Война Оркестр Селенга Все, что сделали наши ветераны в годы Великой Отечественной войны, не давайте не будем забывать эту Великую Победу Жители Бурятии приглашают присоединиться к всероссийской акции «Окна Победы». Она пройдет с 1 по 9 мая в формате онлайн-флешмоб. Принять участие в акции может любой желающий. Для этого нужно оформить окна своих квартир или домов рисунками, картинками, фотографиями и надписями, посвященные Великой Победе. На площади Слава высадили груши, голубые ели в рамках международной акции «Сад памяти». 6 по 30 мая городские лесничьи высадят калины, рябины, яблони, сирени и березы. Всего 3000 саженцев. Молодые деревья появятся в парках и скверах города, а также вблизи памятников военной истории. Театр песни и танца «Байкал» продолжает удивлять. Ежегодно артисты театра отмечают Международный день танца концертом «Феерия танца». В этом году традицию продолжили, но уже в онлайн-формате. Зрители смогут погасить у артистов, ведь все постановки они придумали и режиссировали сами, находясь дома. Концерт вы можете посмотреть на YouTube-канале театра. Возрастное ограничение 6+. Дуэт Пурбой и Саня прошел в полуфиналах комедии батла на телеканале ТНТ. Ребята вновь покорили публику, но не впечатлили членов жюри. Они разошлись во мнениях. Наших ребят спасла резидентка комедий-клаб Марина Кравец. Она дала дуэту шанс, но с условием того, что в следующий раз зал должен надорвать животики. Что же пожелаем нашим землякам успеха и будем держать за них кулаки? В Иркутскую зоогалерею привезли бельчонка. Малыша нашли в лесу совсем одного голодного и замерзшего. Сотрудники организации сообщили, что здоровье крохи в порядке, беспокоились за почки, ведь именно они выходят из строя после подобного переохлаждения. Кормят его специальной молочью смесью для котят. Малыш потерялся, когда его мама меняла гнездо. Они часто меняют место и, скорее всего, бельчонок просто выпал, а мать не смогла его найти. Но теперь у малыша появился новый дом.